Четырех тысяч иностранцев не удалось получить гражданство РФ. Их уровень знания языка оказался не... Как вы считаете, люди, которые находятся в России, в территории России, должны знать русский язык? Ну, потому что, знаете, в Узбекистане, в Таджикистане, в Казахстане, в Киргизии не обязательно знать язык той страны, где ты находишься. Там не спрашивают, там не говорят, вот ты обязан наш язык знать. Человек не знает, ну не знает он и все. А в России почему-то обязательно. Я понимаю, что преступности очень много и человек должен знать и разговаривать на вашем языке. Но насколько ли он должен знать и обязан ли знать? Напишите в комментариях. Кстати, братья и сестры из Таджикистана, из Узбекистана, из Кыргызстана, если вы работаете в России и отправляете деньги домой, делайте это с умом и полезным путем. С помощью приложения Мир Привилегий, его вы можете найти в описании под этим видео также. И отправляйте деньги. И когда отправляете деньги, пишите мой промокод АК-2 и с помощью моего промокода АК-2 сэкономьте деньги. При отправке у вас удерживают каждый раз процент. Как будто мало удерживают, да, как будто вы мало платите там с помощью патентов и налогов. Мне кажется, копейка рубль бережет, все-таки эта пословица работает правильно. Поэтому копейка рубль бережет. Сберегите свои деньги и отправляйте деньги с помощью Мир Привилегий. Также пишите мой промокод АК-2. Не забывайте. Всем ассаламу алейкум. С вами был Нагуздин. Вы из Киргизстана? Тогда я вас поздравляю. У вас есть огромный шанс выиграть квартиру в Бишкеке. Для этого необходимо написать промокод АК-2 при отправке деньги в Киргизстан. Так что, братья и сестры, скачивайте приложение Мир Привилегий. И при отправке деньги промокод пишите АК-2 и выиграйте квартиру в Бишкеке.